Друзья, добрый день! Я Андрей Артемов. И мы с вами в сосновом бару, в гостинице, которая называется Хева. Сейчас внимательно посмотрим домик, в котором мы остановились, потому что фотографии это одно. Хотел сказать, у застройщика в гостинице, а в живую совсем по-другому. Это один из входов. Здесь два входа в эти, скажем, домики, в коттедже. Заходим, у нас сразу небольшая прихожая. Очень удобно, что есть такой коврик, ноги вытереть. И немножко замученный ламинат жизнью. Есть шкаф, где можно хранить свои вещи. И большое количество вот таких стандартных белых тапочек. Вот они, друзья. Проходим. У нас лестница на второй этаж. Бош, основное место, это вот такая кухня-гостиная с выходом на свою, друзья, террасу. Летом, конечно, здесь приятно посидеть, попить чай, кофе и не только. Это я чуть позже вам покажу все. Значит, смотрите, что здесь из плюсов. Есть большой холодильник, современный Бош с гарантией на 10 лет, как тут написано. Морозилка. Все работает. Домики просто очень-очень теплые. Из хозяйственных нужд вода горячая-холодная. Индукционная плита. Микроволновка, чайник. Тостер я с собой привез. И здесь, соответственно, есть только чай, сахар и вроде немножко соли. Все остальное нужно привозить самим. И плюс есть посуда, мойка. Большой стол. Вот такой диванчик. И с вечером классно, когда сидишь, есть вот такой камин. Дрова здесь порционно выдаются каждому удобнику в зависимости от количества проживающих здесь дней. Пошли смотреть дальше. Вот у нас, соответственно, мы зашли. Вот он у нас вход. Слева у нас первый санузел. Санузел просто большущий, друзья. Очень большой. Здесь нет ванн. Здесь обычный душ. Вода льется прямо на пол. Вода горячащая. С водой все в порядке. Но если у вас много человек, как у нас, то могут помыться не все успеть. Ну, либо нам так повезло. Соответственно, есть стандартный здесь душ обычный. Просто вода течет, леечка и вот сверху такой душ. Ну, санузел, соответственно, раковина, зеркало и вот такой дешевый фен. Если у вас есть волосы, у меня-то волос нет, то, конечно, лучше взять свой домашний фен. Комнаты. Вот, кстати, температура сколько у нас? 24 градуса, офигеть. А, смотрите, что еще забыл. Сюда можно заказать еду. Есть вот такая книжечка. Здесь кто сколько чего стоит, если вдруг вы с собой что-то не взяли, просто хотите здесь есть, приносят прямо сюда. Супы, есть соусы. Ну, очень прикольно. И тут всякое вызвать такси, куда поехать, халаты, книги отзывов и так далее. Соответственно, вот здесь на первом этаже находится раз комната. Мы взяли, знаете, дом, почему? Потому что у нас очень много людей, и нам это выгоднее. Две кровати, окно, свет. Включайся. Соответственно, комнаты небольшие, но при этом здесь достаточно все хватает. Лестница деревянная на второй этаж. Здесь такое большое окно, вид вот на двор. Домики все вот по такому, скажем, овалу идут. Очень удобно сделано, и вы не видите практически ваших соседей, все далеко. Второй этаж. Здесь большой холл, современный телевизор от производителя Хиоми. Здесь у нас проходит также труба от камина. Здесь было очень жарко, приходилось проветриваться. Дома реально очень теплые. Дома, потому что из газоблока, а с наружной стороны у нас утеплитель. Здесь был вот такой диван, типа кожа. Соответственно, две комнатки, два спальных места. Это раскладушка была для ребенка. Где-то что-то повесить. Есть тумбочки прикроватные и зарядки. Это очень удобно. Окно, здоровенное окно. Тут вообще очень тихо. Если вы переживаете, что будет холодно, друзья, не переживайте. Здесь очень жарко, очень. Вот это они закрывают на ключ. Ну, дрова, конечно, можно вытащить, если вдруг кому-то не хватило. Какая-то речка или это ручей протекает. Ну, смотрите, птички. В общем, здесь просто шикарный отдых. Я очень хорошо. Вроде спал не так много, но очень выспался, друзья. И вторая аналогичная комната. В принципе, все, в общем, то же самое. Простите, здесь у нас беспорядок. Пока все на завтраке, я решил вам все показать. И санузел немножечко, чуть меньше, чем на первом этаже. Но зато классно, что их два. И всем, соответственно, хватит места. Сан-дом. Обратите внимание, друзья, что здесь большущая веранда. Летом, конечно, здесь прекрасно. Но когда уже прохладно, то, соответственно, вы будете находиться внутри. Здесь также есть зона, где можно расположиться, как это вчера сделали мы. Для того, чтобы пожарить, сделать шашлык, пожарить вкусные стейки. Значит, из особенностей есть мангал. Но, соответственно, дрова, угли, рожек, перчатки, шампура, сетку. Все привозите с собой, потому что здесь ничего нет. Кроме самого, соответственно, мангала. И вот здесь было махало. Территория здесь достаточно большая. Все очень ухожено. Маленькие, огромные такие сосны вековые. Дома смотрятся очень красиво. Хорошо они здесь расставлены. К домикам можно подъехать на машине, чтобы выгрузить, загрузить продукты питания, свою одежду. И, соответственно, потом уехать. Вот наш дом. Телек мы, честно, не смотрели. Он нам не нужен. Дом достаточно большой. Вот она, получается, гостиная. Вот этот камин. Труба, которая наверх. И на втором этаже, кстати, тоже забыл вам, друзья, показать. Так оно холодно. Тут тоже аналогичные большущие террасы. Конечно, очень круто. Даже, кстати, зимой сюда можно выйти и попить, например, глинтвейн или кофе. Или чай. На территории можно поиграть в волейбол. Это, так понимаю, летом. Здесь есть просто домики теплые, где можно посидеть, а также приготовить мясо просто с компаниями посидеть. Без ночевки есть большая детская площадка. Приятно, что здесь лесок. И такой достаточно интересный, возможно, специфический вид на ленинградскую атомную электростанцию. Здесь у нас таунхаус и плюс отдельные номера. То есть можно взять обычный номер, как в гостинице. Здесь гриль-бар и ресепшн. Вот он въезд. Вот такие шатры тоже есть. Отдыхать, наверное, скорее всего летняя тема. И своя настоящая набережная. Вот с таким, друзья, видом. Место достаточно классное для того, чтобы хорошенько отдохнуть. И не так-то и далеко от Санкт-Петербурга. Мы доехали за 1 час 52 минуты. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк. Не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи.